Здравствуйте дорогие друзья, на связи с Димон, сайт JoomlaMix.ru И в сегодняшнем видеоуроке мы поговорим о таком замечательном компоненте, который называется Яндекс.Мап Официальный сайт разработчиков данного компонента вы видите по этой ссылочке, также она будет прикреплена к статье видеоурока Вы можете перейти по этой ссылочке На этой странице есть еще одна ссылочка скачать Перейдя по которой вас перебрасывают в окно закачки, здесь мы видим Downloads Здесь можно скачать компонент и плагин данного расширения Здесь представлены 4 вида, но это по версии Здесь можете разобраться, соответственно скачиваете компонент, допустим 1, 2, 1 И плагин 2, 1 Понятно, да? Также само расширение, компонент и плагин будут прикреплены к видеоуроку, который вы можете скачать по ссылочке чуть ниже Еще одной особенностью данного расширения является то, что мы его будем устанавливать не на виртуальный хостинг Denver На котором мы обычно устанавливаем все расширения, которые рассматриваем в видеоуроках А на непосредственно рабочий сайт, это будет мой сайт jumomix.ru Дело в том, что данное расширение работает в связке с самим Яндексом И поэтому при получении на Яндексе IP-ключа для ваших карт Там обязательно надо указывать доменное имя сайта, который существует Иначе у вас компонент не будет работать корректно Если не верите, можете, соответственно, проверить Но мы начнем работу Заходим в административный раздел сайта В данном случае это jumomix.ru И устанавливаем данные компоненты обычным способом Через расширение установить, удалить Нажимаем обзор Порядок установки Сначала выбираем компонент, устанавливаем Здесь выбираем новая установка Яндекс Мапс успешно установлен Теперь устанавливаем таким же способом плагин Взор, выбираем плагин Плагин установлен удачно Здесь написано, что плагин Яндекс.Карт работает совместно с компонентом Яндекс.Мап Итак, компонент у нас установлен Мы можем убедиться в этом В всплывающем окне компонента появились Яндекс.Карты Это рабочая панель данного компонента Здесь вы можете отблагодарить автора Если вы считаете, что он сделал хорошее расширение Ну и вообще, всех разработчиков, которые что-то изобретают и делают для джумла Надо благодарить Тем более, что они делают это на бесплатной основе И данное расширение распространяется бесплатно Теперь зайдем в расширение менеджер плагинов И включим сам плагин, который только что мы установили Вот на Яндекс.Карты Нажимаем на крестник Все, Яндекс.Карты работают Для демонстрации работы данного расширения Я специально у себя на сайте создал новый материал С помощью которого мы будем видеть все изменения в настройках данного расширения Зайдем в материал и менеджер материал Сейчас я отфильтрую по категориям Расширение джумла И вот мы видим, да? Яндекс.Карты и компоненты Яндекс.Мап Адрес, который будет указываться на картах Я выбрал достаточно простой Это красная площадь, дом 1 С ним мы будем работать Материал создан Компоненты плагин установлены Теперь давайте разберемся, что такое IP-ключ Для Яндекс.Карты Зайдем в Яндекс Здесь на главной странице нажмем карты И вот здесь есть маленькая ссылочка IP Если вам хочется узнать все нюансы Что такое IP-ключ Для чего он нужен Вы соответственно можете здесь Переходить по ссылкам Почитать и разобраться Я же вам покажу Как IP-ключ получается И как он применяется В компоненте Яндекс.Мап Ниже здесь видим Получите уникальный ключ Переходим по этой ссылке На следующей странице Нам предлагают Либо авторизоваться Либо зарегистрироваться На Яндексе Если вы соответственно уже зарегистрированы То вам надо просто авторизироваться Если у вас нету аккаунта На Яндексе То вам его обязательно надо создать Создается он как обычный почтовый ящик На остальных сервисах Будь то Майл.ру Или Джимайл И так далее У меня же аккаунт есть Я просто авторизирую Входим Появилась форма получения IP-ключа В первом поле вводим Адрес вашего сайта Где будут располагаться карты Сразу хочу сказать Надо вводить Настоящее доменное имя Чтобы компонент работал корректно Так как мы работаем с JoomlaMix.ru Соответственно и вводим его Можно указывать без HTTP Все равно доменное имя распознается Дальше вы можете почитать Пользовательское соглашение Если оно вам так интересно Подтверждаете что вы его прочитали Нажимаем получить IP-ключ И вот появился Ваш ключ Вот он Да Такой Большой набор различных Буквок и цифрок Также у вас появился Пример кода Которым вы тоже Кстати можете воспользоваться Просто надо почитать Как он правильно Вносится на сайт И соответственно Его использовать Нас же интересует только IP-ключ Соответственно мы копируем И возвращаемся в административную панель Нашего сайта Заходим в компоненты Выбираем Яндекс карты И вот в правом верхнем углу Есть Две кнопочки Параметры И помощь Нажимаем параметры В всплывающем окне Яндекс Мапс IP-ключ Вводим Только что получивший IP-ключ Копируем его сюда Сохраняем настройки Дальше у нас Компонент должен работать Корректно Ну давайте теперь Непосредственно Начнем Разработку карты Для этого Перейдем На вкладочку Карты В панели управления Яндекс Мапс И нажмем Кнопочку Новый Как раз здесь Мы создадим Новую карту Которая будет Отображаться у нас На сайте Сразу хочу сказать С одним IP-ключом Которую получили На доменное имя На одно Можно устанавливать На сайт Неограниченное Количество карт Мы соответственно На одном примере Рассмотрим Как это делается А дальше Если вам Четыре или пять Карт Надо будет сделать У вас допустим Несколько офисов По продажам И так далее Соответственно Можно пользоваться Данным компонентом Неограниченных Количеств Итак Пишем заголовок Заголок Напишем Красная площадь Напишем Псевдоним Напишу Красная Просто Теперь нам Надо установить Координаты Если вы знаете Широту и долготу Вы можете Соответственно Прописать Но мы Воспользуем Более легким Способом Нажимаем Кнопочку Установить Координаты Здесь Пишем Красная Площадь Дом 1 И пишем Получить Маршрут Он нашел У нас В Ярославской Области Давайте Напишем Город Москва Что более Корректно У нас Соответственно Здесь В широте И в долготе Изменились Координаты И вот Мы получили Интересующий Нас Адрес Закрываем Данное Окно И Широта И долгота Уже Отобразились Соответствующих Окошках Увеличение Здесь Вы можете Указать Во сколько Раз Будет Увеличена Карта Переначально 2 Это я сразу Скажу Покажет Вам Практически Весь Мир Поэтому Делаем Примерно 16 Ну а Для примера Дальше Вы сами Можете Уже Откорректировать И Установить Нужное Вам Увеличение Опубликовано Да Широта Карты Высота Карты Пока Менять Не будем Скажу Одно Если Ширина Карты Указана 0 То соответственно Она будет Подгоняться Под размеры Вашей Вашего Сайта Можно указать Описание Допустим Вот так Насчет Описания Оно отображаться Сразу не будет Оно будет Отображаться После того Как В настройках Плагина Вы Включите Эту функцию Итак Нажимаем Применить Точнее Давайте Сохраним Входим Материалы Менеджер Материалов Наш материал Где будет Отображаться Карта Публикуем Его Сохранить После После создания Первой карты Мы видим Она появилась В общем Списке Называется Красная Площадь Плагин Сформировал Специально Для этой карты Код Двух видов Это окно Будет Показываться Сразу У нас На страничке Если мы Несем Вот Этот код У нас Будет В виде Ссылочки На Дальное Окно Ну давайте Сразу Два Скопируем Перейдем Материалы Менеджер Материалов Наш Материал И здесь Соответственно Вставим Сделаем Вот так Чтоб Они Отображались По очереди Сохраняем Заходим На Сайт И вот Мы видим Как раз Наш Материал Яндекс Карта И компонент Яндекс Мап И Отображается Карта Она Вот такая У нас Можно Двигать Переключать Спутник Гибрид То бишь Она работает Полностью Точно Так же Как На Самом Яндексе Также Вторая Карта Которая Я говорил Отображается В виде Ссылки На Мап Нажимаем И в Модальном Окне Также Отображается Карта Так С этим Понятно Давайте Поговорим О настройках Компонента Компонента Зайдем Компоненты Яндекс Карты Карты Выберем Нашу Карту И Поговорим О расширенных Настройках Ну в принципе Все настройки Я думаю Тут Понятные Показать Заголовок Да Нет Увеличение По двойному Клику Это Если вы Кликаете По карте Он увеличивается Извинение Масштаба Колесиком Мыши Контроль Увеличение Да Можно тут Выбрать Две кнопки Обычная Шкала Две кнопки Выберем Показать Шкалу Масштаба Да Нет Тип Контроллера То бишь Какая Карта Будет Отображаться У вас Сначала Мини Панель Карты С контроллером Нет Метка Закрыта Нет Яндекс Март Можно Поиск Да Включить Применим Что у нас Заменилось Посмотрим Обновляем Страницу Появился Поиск Мы видим Здесь Вы также Можете Ввести Любой Вас Интересующий Адрес Поискать Затем Пропало Такое Мини Окошко Здесь Которое Находилось В левом Нижнем Углу Экрана Две Кнопочки У нас Стали За места Такой Линеечки Ну В принципе Все настройки Которые мы Изменили Теперь Перейдем Плагин Данного Компонента И Посмотрим Что там Здесь Сохраняем Расширение Менеджер Плагин Яндекс Яндекс Карты Здесь Также Есть Некоторые Настройки Которые Тоже Вам Могут Понадобиться Показать Описание Карты Как раз О чем Я говорил Можно Включить И Посмотреть И Посмотреть Включить И соответственно У нас будет Отображаться Описание Которое мы Вносили В настройках Компонента Карты В настройках Компонент Когда Создавали Карту Здесь Можно Выбрать Окно Для Отображения Карты Либо Модальное Окно Либо Попап Давайте Выберем Попап Дальше Можно Поиграться С цветами Можете Выбрать Процент Затемнения Также Можно Выбрать Ширина Границы Модального Окна В принципе Здесь Также Настройки С которыми Вы можете Поиграться И Разобраться Сохраняем Возвращаемся К нам На сайт Вот у нас Модальное Окно Как выглядит Сейчас Обновим Страницу И будет Как Попап Вот так У нас Попап То бишь В новом Окне Появляется Такая же Яндекс Карта С Минус Все Работает Также Вот эту Панельку Тоже Можно Убрать Панельку Навигации Если она Не мешает Мы просто Этой Настройки Не коснулись А так В принципе Тоже Это все Можно Менять И вот У нас Появилось Писание Если вы Смогли Заметить Которое Мы указывали В карте Итак Одну Карту Мы Создали Теперь Надо Создать Соответственно Для нее Маркер Который Будет Отображаться На карте И показывать То место Которое Мы Выбрали Перейдем В панели Управления Яндекс Мапс На вкладочку Маркеры Нажмем Кнопочку Новый И теперь Создадим Соответственно Новый Маркер Для нашей Карты Заголовок Пауна У нас Будет Красная Площадь Здесь Просто Напишем Центр Заголовок Метки Выберем Карту Которую Мы Создали Красная Площадь Опубликовано Да Можно Также Указать Описание И Установим Координаты Также Как В картах Выберем Адрес Москва Красная Площадь Получить Маршрут Видим Появилась Такая Заставочка Как раз Отображающая Наши названия Маркера Вот Сам Маркер Который Мы Указали Соответственно Настройки Отображения Маркера Все Это Можно Поменять Чтобы Более Корректно Все Отображалось Но В целом Я думаю Вы Поняли Как Создавать Маркеры И Привязывать Их Картам Теперь Коснемся Довольно Таки Интересного Момента Внизу Карты Если Вы Могли Заметить Есть Ссылочка Разработка Сайтов Это Как Раз Та Ссылочка Которая Ведет На Официальный Сайт Создатели Данного Компонента Но Если Вы Не Хотите Чтобы Эта Ссылочка У вас Отображалась На Сайте Ее Надо Убрать Это Понятно Всем В принципе Я не знаю Как К этому Относятся Разработчики Но В целом Я думаю Они Не будут Против Потому Что Отписываться Каждому Кто Убирает Ссылку Это Очень Сложно И Поэтому Я думаю Они Этим Не Занимаются Не Отслеживают Тем Более У них В Административной Панели Можно Зайти Их Поблагодарить Как Я уже Говорил Ранее Я думаю Люди Благодарят Дополнительная Ссылка На Их Сайт Если Будет Убрано Ничего Страшного Итак Как же Ее Убрать Брать Ее Довольно Таки Легко Я Не Буду Показывать Это На Действующем Сайте Я Покажу Это На Виртуальном Хостинге То бишь На Денвит Рассмотрим Директорию Нашего Сайта Зайдем В папочку Плагинс Здесь В папочку Контент И найдем Файл Яндекс Мэпс Точка Пяжки Открываем Его С помощью Блокнота Сделаю Поменьше И Ищем Эту Ссылочку Чтобы Легче Был Найти Соответственно Здесь Скопируем Вот эту Надпись Разработка Сайтов Здесь Найдем Поиск Искать Далее Вот У нас Нашла Здесь Вы можете Соответственно Написать Свой Якорь Вот здесь Вы можете Поставить Свою Ссылку Любую Да Заменить Или Вообще Можете Написать Вот такой Код К примеру BR Просто Перенос Строки Сохраняем Вот В принципе Все Здесь Если Обновим Страницу Соответственно Она Не исчезнет Потому что Мы делали На виртуальном Хостинге Ну а так Вы В общем И в целом Поняли Как ссылку Убирать Ну вот В принципе И все Что я Хотел Рассказать Вам О Данном Компоненте Надеюсь Он Вам Очень Пригодится Заходите На сайт JoomlaMix Скачайте Новые Видео Уроки Ну Как-то Так До Новых Встреч С вами Был Димон Сайт JoomlaMix .ru